и снова здравствуйте мои дорогие друзья любимые подписчики уважаемые спонсоры всех приветствую на канале турецкие баки да я немножко пропадаю не каждый день записываю истории будут перезаливки много я сейчас буду публиковать несколько текущих историй и плюс парочка перезаливок мне так проще работать я устала здесь сидеть в россии если честно в окружении ковров на стене сколько отца не прошу снять их он так прикипел к этим пылесборником что видимо нет никогда я все еще нахожусь в лапах российской бюрократии вроде на этой неделе заканчиваются 30 дней или месяц как я подавала на заграники но очень надеюсь что наконец-то я получу это последнее что мы ожидаем из документов и мы уже можем собираться обратно домой да у меня небольшая ностальгия по дому все здесь не так все не и так хочется уже морским воздухом дышать но я надеюсь что наконец-то моя мечта сбудется продолжаем и разбирать дорогие мои друзья анонимные истории я еще раз извиняюсь перед анонимами за задержку но не перед всеми если вы помните где-то по моему 3 июля я опубликовала одну трешевую историю чисто на развлечения ну и когда я публикую трешевую историю у меня еще есть несколько мишеней таргетов так скажем первый таргет это от сети хейтеров с канала потому что ну они не могут в принципе смолчать если я выступаю против чего-то если я говорю белое им надо сказать красное если говорю красное синие и в том духе можно часть хейтеров отсеять и дальше уже жить спокойно вторая цель которую я добивалась это несколько уменьшить количество анонимных историй на канал потому что я не дома нахожусь немножко сложно работать и так далее очень бы хотелось чтобы их стало немножко меньше я и так их задерживаю и обычно все нормальные люди если сарказмом разбирают что-то но они несколько боятся писать свою историю в страхе что я как бы буду над ними смеяться или так далее нет над нормальными историями я в жизни не смеюсь там где женщина не творит какую-то дичь а потом не обвиняет весь мир в том что она творила дичь ожиданий совпали с реальностью но случилось резко наоборот и где-то 3 4 числа пришло мне на канал огромное количество истории прям можно было за голову хвататься я такая думаю когда же я это все разберу начала сидеть читать вчитываться боже треш на треш и даже не смешной когда смешной треш ну как бы хочется разобрать посмеяться со всеми а там все такое закипающей ненавистью написано то есть разные истории по идее как бы от разных людей но написаны на один манер разные ситуации но одинаковая что женщины творят дичь разную не буду даже ее упоминать от балды буквально от космоса на воображали себе что-то турках 1 вообще пишет что она турок ненавидит но зачем-то связалась туркам и все равно ненавидит короче и все равно он не так поступил как она бы хотела смысл как бы связываться такой такой неадекват там шоу я заблокировала наверное 4 или 5 историй честно говорю осадок от них неприятный остается потому что человек пишет явно с ненавистью может быть ко мне может быть к туркам неважно ну из того что осталось осталось немного я думаю что я достаточно быстро постараюсь разобрать дорогие мои сочинители ну что могу сказать можете продолжать но я буду стараться держать марку и порожденной как бы вами тьма свет не увидит не будет зачитано ну разве что если вы что-то смешное действительно напишите но эти люди явно лишены чувства юмора я уже говорила на предыдущих там видео что иногда тексты пестрят там смайликами скобочками чем только не написано а ну дичь написано но не писатель видно что поток сознания излил и с надеждой что кто-то будет сочувствовать разбираться он самоутверждаться ладно это то что я хотела сказать я есть не с такими потоками как бы ненависти и ксенофобии и проще токсичности справлялась ничего страшного я справлюсь а теперь собственно переходим самой истории новенькой истории она пришла ко мне тоже от 3 числа я ее зачитаю мы все вместе разберем и так здравствуйте уважаемая олечка хочу поделиться с вами историей попросить совета ну насколько возможно помогу конечно же я возраст озвучу мне кажется что важно вы пишите что вам 53 вдова уже 15 лет жизнь после смерти мужа была сложной воспитывала двоих детей работала на нескольких работах чтобы обеспечить их будущее сейчас мои дети уже взрослые самостоятельные обеспеченные живут отдельно у них свои семьи казалось бы несмотря ни на что жизнь сложилась детей вырастила не бедствую но чувствую себя одинок конечно после смерти мужа были отношения с мужчинами но замуж не торопилась мужчины тоже не горели желанием жениться ну да соглашусь с двумя детьми некоторые приходят так в семью пожил уходит жалко что вы не нашли того самого за весь этот период чтобы он вам помогал детей подымать ну что ж жизнь так сложилась вы пишите дальше от скуки освоила интернет и можно сказать самостоятельно это было открытое окно в мир людей вместе с подругой даже зарегистрировались на сайтах знакомств но ничего серьезного общалась с разными людьми здесь аккуратнее потому что ну одиночество некоторые влазят в душу без мыла и да всегда надо быть начеку в интернете мало ли кто в общем-то в жизнь попытается влезть вы пишете дальше в начале прошлого года на сайте случайно познакомилась с интересным турецким мужчиной ему 47 а вам 53 то есть на 6 лет он младше ну зовут как не озвучиваю давайте как обычно мехмет для тех кто не в курсе друзья мои для тех кто новенький на канале а новеньких чуть последнее время много добавляются люди мехметами я зову всех турецких мужчин в анонимах я ничего не имею против мехметов просто это имя очень распространено все знакомые мехметы которые у нас в турции есть они замечательные люди просто распространенное имя достаточно благозвучное для нашего русского уха поэтому ладно 47 лет мехмет разница в возрасте казалось бы что 6 лет разницы но когда вам уже за 45 за 40 очень часто разница не видна так вот что о нем вы пишете он показался мне очень открытым и честным человеком слово показался а честности показался не судят сразу много рассказал о себе он разведен у него тоже двое детей тоже уже взрослые живут отдельно он живет со своими престарелыми родителями а свою квартиру сдает в аренду у него небольшой бизнес который приносит стабильный доход мы начали переписываться и как-то все быстро закрутилось он немножко говорит по-русски в скобках поэтому и зацепил меня откуда типичный турецкий мужчина обычно не говорит по-русски то есть он или где-то работал в россии связанные с туристами это как бы еще нормально считается главное что не искал любовь по интернету не выучил русский чтобы цеплять наших что кстати тоже встречается в интернете что выучивают несколько фраз по-русски или такой знаете но примитивный фразовый русский ломаны лишь бы просто зацепить так вот немного говорит по-русски и зацепил меня а я не знаю турецкого но это не помешало нам общаться ну да друзьями сколько пар знаю которые вообще слабенько на языке друг друга через переводчик общались все равно поженились и такое бывает с сайта знакомств мы перешли в адзар наши отношения развивались очень романтично много переписывались у нас оказалось много общего он никогда не делал упор на возраст с ним я чувствовал себя молодой девчонкой влюбилась и вот уже к лету но имеется ввиду на на прошлого года да он предложил мне приехать в турцию встретиться встреча личная встреча сначала он планировал приехать сам но потом мы договорились что приеду я в сентябре прошлого года он снял отель для нас двоих и я приехала так кто платил за билеты не знаю по приезду это все было как восточные сказки мой султан делал мне комплименты мы гуляли по красивым местам города у моря он сделал мне предложение подарил золотое колечко честно говоря я не ожидала такого поворота событий но все вокруг пела и цвело и я согласилась под конец поездки он повел меня в кавычках домой все это время мы жили в отеле не пишите вместе жили отдельно в принципе то вы взрослые люди почему бы и нет так домой на встречу со своими родителями встреча прошла не так как ожидалось его родители конечно не говорили по-русски и были как мне показалось довольно безразличными ко мне а это уже странно потому что в турции достаточно гостеприимно относятся вообще гостям а тем более гостям из другой страны пытаются показать себя с лучшей стороны тем более вы не знакомый человек ну даже не знаю на что это они списали на возраст что ли ваш вы говорите но я списала это на культурные различия и на возраст в конце концов его матери почти 70 а отцу 78 ну да может быть после этого я вернулась домой к себе расставание в аэропорту было со слезами не хотела улетать мы снова продолжали общаться как раньше переписывались я просто летала на крыльях любви и начала готовить документы для замужества и сказала ему об этом но неожиданно для меня он сказал мне не торопиться что нужно выждать чтобы он уладил кое-какие проблемы приблизительно до весны просил верить ему но причину так и не назвал я согласилась ну зря выяснить надо было вы же все-таки действительно не молодая девчонка вы уже зрелый человек а чё такое вера мне а как так а предложение сделал а кольцо подарил а теперь уже не хочешь чтобы жениться турецкий мужчина если видит женщину если они уже встречались даже пожили вместе как вы говорите даже в отеле он уже есть понравилось не отпустит цепиться мертвой хваткой и переезжай быстрее быстрее а потом вы пишите мой мехмед начал исчезать в конце концов он взрослый мужчина у него могут быть свои дела я не придавала этому значения сначала предупреждал что едет по делам что нужно с матерью съездить в больницу он пока не может со мной разговаривать разные были причины но все казалось обычным просто жизнью друзья мои но если человек на расстоянии если он хочет пообщаться то хотя бы пять минут он может найти но все же вы пишите было заметно письма стали реже разговоры короче и холоднее я бы сказала формальне к январю он даже перестал предупреждать что у него могут быть дела и мог исчезнуть на неделю а потом вернуться с формальным доброе утро меня такое положение вещей не устраивало я вывела его на откровенный разговор наконец он признался что его родители против брака родители которым но женщине там под 70 а мужчине под 80 а ему самому 47 но как-то так себе звучит если честно звучит как отмазка расстраивать родители он не хочет он их очень любит и уважает они старые у мамы давление у отца скорая операция его тоже нельзя расстраивать что-то так себе если честно я была в растерянности а как же я мне самой поскочило давление от расстройства как родители могут командовать им ведь он взрослый мужчина все же было так хорошо я действительно думал что встретила человека с которым смогу быть счастливой я не знала что и думать но еще вариант что-то родители он просто на звездил потому что выше проверить толком не сможете вы по-турецки не очень они по-русски не очень да и так они к вам холодно как-то отнеслись непонятно действительно холодно или просто может он просто неразведенный вы не пишите что вы документы проверили то есть проверить документы это обязательно 47 лет а говорите еще двое детей где-то у него там есть может просто разъехали с женой и он съехал к своим родителям квартиру говорите сдает а может там жена просто проживает его квартиру просит его понять потом он прислал длинное письмо с извинениями мы не общались почти две недели очень хотела заблокировать но не поднялась рука он написал первый со своим обычным добрым утром я спросила зачем ты мне пишешь он ответил потому что я люблю тебя и слова за слово и мы продолжили общение и до сих пор то есть фигня произошла где там в начале этого года получается да до сих пор уже вот июль месяц вы общаетесь как вы пишете до сих пор мы взрослые люди как малые дети общаемся в тайне от его родителей он зовет приехать к нему ли снова летом обещает снова оплатить отель а с меня билеты на свадьбу женить его больше разговоров не заводим это тема табуирована вот и мне нужно ваше мнение может быть так что родители действительно напротив или это просто отговорка может быть но это он должен быть такой гипер консервативный там по пять раз на дню намаз совершать сам таких шальварах ходить и дома у него также и мама покрытая вся и до сих пор он маме папе ручку целует и все для них делает а вы об этом что-то как-то не пишите мне больше кажется что он просто женат и не может жениться неплохо бы чтобы проводил женщиной лето как он отель с него и прошлый раз наверно также чтобы женщина приезжала а потом уезжала удобно на расстоянии выпишите я с таким в жизни еще не сталкивалась не знаю как себя вести стоит ли мне продолжать отношения с мехметом или лучше оставить его мне он очень нравится но из-за этой ситуации розовая пелена спала с глаз и влюбленность прошла а реальность больно бьет не будет никакого замужества не будет переезда в турцию а я в своем возрасте поверила в розовую сказку буду благодарна за любой совет с уважением и ваше имя ну смотрите вы именно переехать хотите в турцию именно вот вот прямо вот жить в турции так далее тогда не подходит этот вот мехмет ваш надо другого искать это не факт потому что но так или иначе чем дальше мы становимся тем сложнее найти мужчину это правда моих подружек у многих матери в общем-то одинокий и они сами соображают что ну а где они сейчас найдут нигде не найдут мужика чтобы рядышком был если хочется мужика чтобы именно содержал там поддерживал материально дома все чинил жил рядышком но это надо искать дальше этого бросать это не факт вы найдете есть другой вариант остаться с вот такие вот зыбких отношениях ездить на курорт отель он вам оплачивает с вас билеты с учетом что турция стала дико дорогой ну будет вот как сказать сразу и компаньон по отпуску с ухаживаниями с приятным времяпрепровождением но это вам решать согласны ли вы на такие отношения вы же все равно были одиноки он как бы в обиду в турции не даст ничего плохого вы там не пишите говорите что все было как восточные сказки может сказка повторяться периодически я так понимаю с периодичностью раз в год так что думайте над этим вопросом вот так вот и я думаю что он женат он просто не разведен по каким-то причинам жена не дает развода можете конечно спросить его об этом он даже вы может вам признаться но вы ничем ситуацию не измените если он годами не разведенный не может скорее всего и не получится это еще молодых можно гнать а так он может сказать вот это меня старше я и так вот с тобой я все оплачиваю это но не все правда билеты совоострее будет по-разному все здесь можно конечно же ждем комментариев от подписчиков а на этом все друзья мои давайте еще одну историю от 3 числа разберем всем любви добра и счастья мирного неба над головой всего самого самого наилучшего пока пока